Играли ли вы когда-нибудь в игру, которая называется «Белый медведь»? Основными правилами игры в «Белый медведь» служат такие. Вы должны не думать о «Белом медведе». Те, кто первый нарушит правила, те считаются проигравшим. Действительно, это шутка. Как только мы ставим себе задачу не думать о чем-то, мы автоматически начинаем думать только об этом. И наше усилие воли о том, чтобы эту мысль прогнать, совершенно в обратную сторону пригоняет и сосредотачивает наше внимание к тому, чтобы думать о «Белых медведях». Сегодня мы поговорим о том, как управлять непослушными мыслями и как сделать так, чтобы сосредоточивать внимание, на чем нужно. Какой вывод мы можем из этого сделать? Сосредоточивать свои мысли достаточно сложно. Но тем не менее, сосредоточенность на какой-то определенной деятельности – обычное дело. Если вы способны заниматься полчаса каким-то одним делом, не отвлекаясь, после этого берете 5-10 минут для разгрузки и снова можете погрузиться в деятельность, это обычный способ концентрировать внимание. Но если вы не можете так долго заниматься? Существуют определенные методики, определенные шаги, которые помогут вам научиться концентрировать свое внимание. Шаг первый. Выясните лучшее время, когда вы можете концентрировать свое внимание. Когда мы говорили о памяти, мы подчеркивали, что у каждого человека есть определенное время, когда он наилучшим образом запоминает информацию. Как правило, это между 10 и 12 дня и между 5 и 7 часами вечера. Но между тем, каждый человек уникален. Понаблюдайте за собой и определите, в какое время вы наилучшим образом можете запоминать, работать и концентрироваться на том, что вы делаете. Это могут оказаться и стандартные часы, это может быть что-то еще, потому что вы отличаетесь от других. Второй шаг говорит о том, что нужно делать только одно дело за раз. С развитием информационных технологий достаточно большое количество людей постоянно живет с открытыми гаджетами. Они, с одной стороны, ведут учебную деятельность, с другой стороны, они ведут переписку ВКонтакте, и между тем, они работают над тем, чтобы написать достаточно обстоятельное резюме, подправить его на работу. Такая сосредоточенность внимания является очень низкопродуктивной. Скорее всего, вы не запомните тот материал, который вы слышите. Может быть, вы достаточно поверхностно обсудите что-то ВКонтакте, но писать качественное резюме вам не удастся. Умение концентрироваться на одном деле существенно экономит вашу энергию, потому что, концентрируясь, вы собираете все свои силы и делаете это дело максимально продуктивным. Шаг третий рекомендует создание рабочих условий и обстановки, в которой вам было приятно находиться и работать. Наличие определенного места, которое ассоциируется у вас с учебной или трудовой деятельностью, само по себе уже является фактором, собирающим ваше внимание. Вы садитесь за стол, вы откладываете все другие предметы в сторону, беретесь за ручку, если вы пишете в тетрадке или открываете новый файл, уже это помогает вам сосредоточиться. Хорошо, если в этом месте не будет каких-то дополнительных звуков или обстоятельств, которые мешают вашей деятельности. Не рекомендуется при занятии учебы включать параллельно музыку или заниматься каким-то еще делом. Ваше рабочее место будет тем местом, в котором ваш организм будет сосредотачиваться именно на этой деятельности. И постепенно у вас выработается ассоциация. Как вы приходите на это место, у вас сразу включается механизм внимания. Не нужно будет прилагать дополнительных усилий. Шаг третий говорит, что есть определенные техники, которые помогают нам развить внимание концентрации. Например, сосредоточенность на определенных ощущениях. Интересным тренингом является задача, когда вы выбираете один из каких-то органов чувств и выбираете сосредоточиться только на этом. Каждый день вы можете заниматься тренировкой одного из органов чувств. Например, сегодня вы решите ли сосредоточиться на вкусе. Обращайте внимание на все, что вы кушаете. Какие переплетаются вкусы, какие оттенки, какие нюансы у вас происходят. Ваша сосредоточенность поможет вам пережить широкую палитру вкусов и обратить на них особое внимание. Следующий день может быть посвящен зрительным впечатлениям, когда вы обращаете внимание на образы, на ту красоту, которая окружает вас в окружающем мире. В другой день вы можете сосредоточиться на звуках и обращать внимание на то, какие звуки вы слышите, какие из них вам нравятся, какие вызывают негативные эмоции. Таким образом вы будете развивать в себе умение сосредоточивать свое внимание на каком-то одном деле, на каком-то одном впечатлении. Это впечатление будет глубже, а вы будете обладевать техниками концентрации внимания. Шаг пятый. Тренируйте ваше внимание через дыхательные упражнения. При применении дыхательных упражнений хорошо сесть в приятную комфортную позу и обращать внимание на то, как вы дышите. Можно повторять про себя слова вдох-выдох, вдох-выдох. При этом стараться, чтобы никакие другие мысли вам не мешали концентрироваться именно на дыхании. Если мысли приходят все-таки в вашу голову, старайтесь убрать их прочь и думать только о том, как вы дышите. Знающие люди рекомендуют, что это упражнение можно начинать от нескольких минут, а потом продлевать его и заниматься дыхательными упражнениями дольше. Это упражнение помогает сосредоточиться вам на каком-то одном явлении, которое с вами происходит, и вместе с тем учиться работать с помехами, которые являются неотъемлемой частью нашей современной жизни. Шестой шаг. Начинайте делать то, что вам даже не хочется делать. Правила «Сделай это сейчас» подходят и для тренировки внимания. Когда вы сосредоточены и целеустремлены на достижение результата, вы пренебрегаете теми, может быть, даже негативными ощущениями, которые есть у вас при начале этого дела. Но вместе с тем вы становитесь эффективным в стремлении сосредоточить ваше внимание и достичь поставленной цели. За выключение хочется сказать, что когда свет солнца пропускается через призму, его лучи становятся более сфокусированными. Они более сильно освещают поверхность и достигают гораздо больше тепла при ее нагреве. Точно так же и наше внимание. Когда она сосредоточена, оно придает нам гораздо больше уверенности, дает нам больше способности достигать поставленных целей и идти к этому результату наиболее эффективным путем. Успешной вам учебы!